Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский по сообщению ТАСС подписал приказ об объединении театра драмы имени Федора Волкова и Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина в Первый национальный театр России. Решение Минкульта поддержал художественный руководитель Волковского Евгений Марчелли. На пресс-конференции Мединский заявил, что создание Первого национального театра позволит значительно увеличить финансирование обоих учреждений. Ярославцы восприняли идею негативно. Общественная палата Ярославской области собрала уже около 6 тысяч подписей против объединения театров. Журналисты Первого Ярославского пообщались с известными ярославцами и узнали их мнение. Почему вот я против объединения? И даже не потому, что между нами 600 километров, но потому, что я вижу первое посягательство на бренд Первого русского театра. Русский театр Первый все равно действительно это наш, Ярославский, который мы называем театр драмы имени Федора Волкова. Это первое. Ибо нас предлагают, в общем-то, не с последним театром, безусловно, объединить, а со вторым театром по очереди. Да, через 6 лет это второй театр. Почти в одно время, тем более на расстоянии более четверти тысячелетия, это почти одно и то же посягательство на бренд. Второе, когда я начал внимательно рассматривать документы, я вижу, что это посягательство не только на бренд, но даже на сам театр. В частности, небезесвестный протокол так называемого Творческого совета, произошедшего в Театре Волкова. Да, это произошло совещание, но никто не знал, что все, кто участвует в этом совещании, вдруг стали членами Творческого совета, потому что документов об этом Творческом совете, включая положение устава и приказа, положение о совете и приказа о составе совета до сих пор нет. Не то, что в печати, а у них даже в самом театре. Но потом там, оказывается, голосовали единогласно за какие-то пункты, но это не важно, единогласно или громогласно. Главное, что вот я запомнил, кажется, второй пункт этого протокола, где было напечатано, что художественный руководитель, не нашего театра, так я назову, вдруг предлагается его назначить президентом. Мне уже тогда это насторожило. Если человека не из нашего театра предлагают назначить художественного, не нашего, я думал нашего, тогда, значит, худо-плохо получается, Александринский к нашему придается. В этой ситуации однозначно наш театр уплывает туда. Но уплывают не физически, естественно, а по бумаге. Потом я стал интересоваться объединением. Какие есть объединения? Объединения всякие бывают, консорциумы, ассоциации, некоммерческие партнерства. И в конце концов, действительно, есть такой вариант объединения, что вот два независимых хозяйствующих субъекта, они продолжают жить под своими названиями, только они объединились в некую ассоциацию. Куда могут принять и малые театры из Москвы, куда могут принять какой-то театр из Владивостока, и Иркутска, если там такие таковые имеются. Хоть 300 театров собрать со стороны, я не знаю, сколько у нас их в стране существует, хоть самодеятельные брать. И пусть это будет некая ассоциация, это тоже допускается. Но про ассоциацию слышу, никто не говорит. Все говорят про объединение. Но объединение бывает просто, знаете, вот здесь сидит директор с печатью, и здесь сидит директор с печатью. Возникает вопрос. Если объединяются, то театры могут объединять, то есть хозяйствующие субъекты, не театры. Они объединяются могут только при каким-то методом присоединения. И если мы зададим вопрос, что к чему присоединяются, то ответ на этот вопрос я прочитал в пункте 2 протокола о так называемом Творческом Совете. Что президентом театра избираются вот тот художественный родитель, не наш. А раз объединяются они, и понятно, не у нашего театра, то значит, извините, ну не может быть два директора, два главного бухгалтера и так далее. То есть здесь, наверное, идет разговор. Я не видел приказа министра, но идет разговор о таком-то, ну, праве одного театра. Когда мы говорим о каких-то таких вещах, очень серьезных, всегда хочется понимать, насколько все это подкреплено какими-то существенными фактами. Мы говорим о объединении, о том, что это будет хорошо. Вот Евгению Жозефовичу пообещали золотые горы, да. И я, в принципе, его понимаю, да, поскольку, ну, естественно, все хотят жить лучше, все хотят больше зарплаты, премии и так далее. Вот. Вопрос у меня один. Вот министр обещает, он говорит об этом, да, и подписывает уже приказы, какие-то постановления. Насколько я понимаю, в бюджете Министерства культуры никаких денег на вот этот процесс нет на сегодняшний день. Вот. То есть пообещать можно все что угодно, да, но когда мы говорим о такой серьезной процедуре, да, ну, наверное, надо было как-то заранее все подготовить, заранее принять какие-то решения, вот уже связанные с деньгами, да, и после этого уже начать обсуждение. А мы подписываем документы, объединяем фактически два коллектива творческих, и потом выясняем, ой, знаете, у нас тут не получается, у нас что-то еще. Да, и правильно Татьяна Семеновна сказала о не очень хорошем опыте у нас в Ярославле, да, об объединении двух театров. Вот, да, и, ну, это уже было, это уже Ярославль проходил, то есть эта история уже здесь была. То есть не надо, ну, там, людям творческим говорить, что, вот, знаете, будет по-другому. Ну, может будет, а может и не будет. Происходящие сейчас события в театральном мире Ярославском сродни тем, что мне хорошо известно в случае объединения УЗОВ. Всегда сначала делается общая программа развития и даются гарантии бюджетирования этой программы. К сожалению, на сегодняшний момент мы не увидели ни того, ни другого. Из документов, которые поступили через интернет, следует, что ни бюджет не увеличивается, ни общая программа не опубликована, и Волковский театр Ярославский становится структурным подразделением. Это стандартное решение административное. И, на мой взгляд, даже если экономически это целесообразно, то для меня, как жителя Ярославля, перевешивает бренд Ярославского театра. У нас и так не так много театров. У нас их меньше, чем в ряде городов, сопоставимых с нами по населению. Вот на последней карте в парламентской газете, там, где количество театров в крупных городах России, подчеркиваю, Ярославля, на этой карте я не обнаружил. Это последний номер, можно его внимательно посмотреть. Поэтому исчезновение самостоятельной организации Государственного академического театра имени Федора Волкова, на мой взгляд, существенно уменьшает привлекательность нашего города со всех точек зрения. И самое главное, на мой взгляд, допустим, ошибка чисто административная. Это открытое неуважение к ярославцам. Сначала нужно обсуждать, предлагать, уговаривать, если угодно, и только потом приказывать. Конечно же, министерство, как учредитель, имеет право. Конечно же, наши уважаемые режиссеры имеют право. Но они не являются обладателями этого бренда. Мы все служим в государственных организациях. Поэтому к этому нужно относиться бережно и учитывать мнение тех, на кого мы работаем. И для кого мы работаем. Сейчас Евгений Зоевович надеется на то, что будет какое-то общее вдохновение творческой жизни. Не будет. Вот увидите. Я могу с вами посмотреть, что хотите. Театр потеряется. И не будет театра имени Федора Волкова, первого русского театра. А будет национальный некий театр во главе с Петербургским театром. Во главе с Фокином. Бюджет будет сидеть точно там. А потом я вам скажу, давайте называть вещи своими именами. Бизнес-проект, поглощение Большого театра, другого театра. Другого здесь этому нет. Это конкретная форма. Самое важное, ребята, вы не понимаете, не будет того, что вы мечтаете. Не будет вам подъема зарплат. Не будет ничего этого, что вы не пообещали. Давайте реально смотреть на вещи. Ну реально. А сегодня есть возможность тянуть объединение? Невозможно. Тянуть один в Локусе театр с помощью губернатора. С помощью... Мы можем. Можем просить у министерства денег дополнительные, делать дополнительные гастроли. Ставить. Нельзя терять лицо Марчелли, как художественный руководитель, и вас, как индивидуальности. Вы будете в подсобке у Александрийки. Давайте говорить честно. И Фокин этим и достойный. Молодец. Он умный. Он агрессивный руководитель. У него был центр Мерхольда, у него сейчас Александрийка, и все очень агрессивно и, наверное, правильно с его стороны. Но мы будем никто с вами. Никто. Меня убеждали многие годы, что первый русский театр, это именно первый русский театр. И я в это поверил. Вот оно, первый русский театр имени Федора Волкова. А завтра-то общенациональный. Общенациональный, значит, никакой. И ничего. Поэтому, ребята, очнитесь. Это по вам первое ударение. Сейчас все, согласятся, придется, придет приказ, но это будет удар по вам. Вы поймите. По вам. Ребята, вы не будете, вы будете во вторых, третьих составах. Ну, поменяйтесь, разок съедите. А почему нельзя все то же самое сделать сейчас? Без всякого объединения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова